Да, всем добрый вечер. Очень приятно участвовать, очень приятно всех видеть, слышать. Как обычно, очень много интересной информации на ютубе смотрела, мне очень нравится. И пару слов о себе. Я занимаюсь оздоровительными практиками уже очень много лет, скоро будет практически 20 лет. Да, мы встречались еще на конференциях у Якова Григорьевича Гальперина. Это вот опять мы сегодня вспоминаем тех, кто уже ушел, и я думаю, что мы продолжаем работать, и вот это то, что мы тогда взяли от тех мероприятий, мы переносим и дальше, и дальше несём. Да, и конечно же с возрастом, скажем так, мероприятий, они становятся более качественными, лучшими, и наши технологии тоже не стоят на месте, и теперь вот такой вот онлайн-режим, это очень здорово, потому что не всегда возможно приехать в другой город или тем более в другую страну, а мы можем делиться знаниями своими и действительно общаться очень комфортно и очень удобно для всех, я думаю, для слушателей и для специалистов. Ну что, приступаю к своему докладу. Я решила назвать этот доклад «Приединство человека». Почему? Потому что я работаю в нескольких областях, то есть это психология, это энергопрактики, и сейчас вот меня можно поздравить, я уже получила первый сертификат в области нутрициологии, то есть с питанием, с телом человека тоже буду сейчас напрямую связано. Почему увлеклась нутрициологией? Буквально два слова скажу, потому что основная всё-таки моя деятельность и довольно длительная – это психология и энергетические практики, но всегда же, как говорится, своя рубашка ближе к телу. После первой беременности я начала страдать с лишним весом и, соответственно, начала пути искать исцеления. Были опыты у меня похудения на 44 килограмма, на 36 килограмм, но основная задача, что я вынесла из всех своих практик, умений и возможностей – это всё-таки полноценная жизнь, полноценный рацион. И, соответственно, да, кстати, я перепрыгнула уже к самому докладу, не представившись. Можно следующий слайд? Как и понятно, расскажу. Да, зовут меня Оксана Мельник. Здесь, правда, мелко написано, наверное, не будет видно. Хотя, хорошо тогда, скажем, руководители регионального отделения Республики Крым и города Севастополя, Международной ассоциации специалистов оздоровительных практик. Я занимаюсь здесь расширением знаний о Международной ассоциации. Работаю со специалистами, которые планируют вступать в Международную ассоциацию. Думаю, что в следующем году у нас будет в Севастополе и Севастополе пополнение. Также я психолог, гипнотерапевт. Опять-таки, каждый специалист, я думаю, приходит в область оздоровительных практик не просто так. То есть, сталкиваясь со своими личными проблемами или проблемами своих близких, мы искренне желаем помочь себе, им. И, соответственно, получая образование, проходя определенный опыт, мы расширяем свои возможности и несем это уже людям, наши знания, наши возможности. И гипнотерапия для меня стала таким открытием, которое помогает очень качественно и очень быстро, в отличие от таких традиционных методов психоанализа или психотерапии, решить проблемы, которые лежат, скажем так, ну, в принципе, все взрослые наши психологические проблемы имеют корни с детства, в детстве. И, соответственно, гипнотерапия помогает очень качественно обойти сопротивление и решить эти вопросы. Дальше. Ну, лайф-коуч, я не могу сказать, что прям это вот такой вот лайф-коуч, который принят в бизнес-процессах, да, а это все-таки как наладить свою полноценную жизнь. Это как все сферы своей жизни сделать гармоничными, благоприятными и успешными. И вот здесь уже можно к следующему слайду переходить. Я четко поняла, что в свое время нельзя оторвано работать или только с телом, или только с душой, или только с духом. Дальше будет интерпретация, что я подразумеваю под духом, под душой, под телом. Это моя личная интерпретация. То есть вы можете соглашаться с ней, можете не соглашаться. Это то, как я понимаю, как я вижу, когда я работаю с собой или с другими людьми. Дальше. Итак, дух — это, в моем понимании, то, что высшая форма взаимодействия человека с миром на вибрационном энергетическом уровне — это энергии Земли и космоса. Опять-таки, духом, если с религиозной точки зрения говорить, несколько другая интерпретация. Я не буду касаться сегодня религиозных тем, чем я буду касаться четко, конкретно оздоровления человека. И вот дух — это те пространственные энергии, в которых мы живем, и с которыми мы постоянно взаимодействуем, осознанно или неосознанно. Дальше. Душа — это вот как раз та связь между духом и телом. Это можно назвать проводником между энергиями Земли и космоса, пространственными энергиями и самим телом. Ни для кого уже не секрет. И давно идут исследования в области квантовой физики. И мы уже все на обычном, я не физик, далеко не физик, поэтому физики, присутствующие как слушатели или как специалисты, вы меня простите, я могу ошибаться в терминологии физики или квантовой физики, но рассказываю это в том ракурсе, в котором я это понимаю. Итак, все мы знаем, что вся вибрация атом состоит из положительных и отрицательных заряженных частиц, из квантов, протонов и нейтронов. И, соответственно, в атоме всего лишь 1% есть частица и 99% энергии. Так как каждая клеточка, вернее, каждая молекула состоит из атомов, а каждая клеточка состоит из молекул, а мы с вами состоим из клеточек, то, соответственно, на 99% мы с вами вибрации, энергии. И все, что нас окружает, это тоже энергия. Но я перейду к понятию душа в моем понимании. Это наша все-таки эмоциональная, чувственная часть. Мы ее тоже потрогать не можем, но она излучает определенные вибрации. И, соответственно, душа — это то, где живет наши эмоции, наши чувства. И, соответственно, если наши эмоции, наши чувства в порядке, соответственно, наше тело в порядке и энергии пространственные протекают, снабжают наше тело совершенно беспрепятственно энергетическим потенциалом. Дальше. И тело — это божественный сосуд. Здесь я немного по религии ударилась. Но это сосуд. Это вот то, где как раз живет душа, где содержится душа. И, естественно, если сосуд где-то треснет, то и душа, и связь энергетическая с пространственными энергиями, с высшими материями, скажем так, будет нарушена. И важным, очень важным, я считаю, в жизни каждого человека является сохранение этого сосуда на долгие-долгие года. Я работаю с молодежью, у меня дети, у многих, наверное, дети. И с себя мы можем вспомнить, что в молодости мы как-то не задумываемся, что мы едим, как мы занимаемся физически. Я в свое время занималась спортом активно, и на сегодняшний день пожинаю клады этого спорта, которое достаточно много травм. И действительно, на сегодняшний день эти травмы, они дают о себе знать. И я считаю, что очень важно, начиная с молодежи, доносить им важное сохранение своего сосуда, своего тела. И здесь международная ассоциация специалистов выздоровительных практик, очень много специалистов именно в этой области, которая поддерживает тело. На сегодняшний день я уже тоже становлюсь специалистом, который поддерживает тело, но с точки зрения топлива. Каким топливом мы снабжаем свое тело, то есть чем мы его кормим и как правильно его кормить. Дальше. Следующий слайд можно? Вот. В здоровом теле здоровый дух. Это мы все с вами знаем. Наверное, с детства, еще кто в советские времена застал, всегда говорили. И в основе парадигмы для единства человека, опять-таки, это все моя интерпретация, это мое понимание и мое видение. То есть можно с этим соглашаться, можно не соглашаться. В своей практике практически 20-летней я четко уже понимаю, что именно вместе три составляющих дух, душа и тело дают возможность полноценно жить. Не выживать, не существовать, а именно жить. И в основе мои парадигмы, скажем так, это человек как совершенное создание вселенной. И здесь почему я об этом говорю? Потому что изучая психологию и гипнотерапию, я понимаю, что человеческий мозг настолько уникален и настолько совершенен, что нет, по-моему, на планете Земля настолько совершенного человека, как тело связано с эмоциями, с чувствами, каждой оклеточки, каждые молекулы, каждое... Все у нас настолько идеально, изначально настроено, что если бы не было в нашей жизни травмирующих ситуаций, опасностей и эмоциональных перегрузок, стрессовых каких-то обстоятельств, человеческое тело действительно могло бы существовать очень-очень много лет, и я думаю, что больше 150. И дальше можно следующий слайд. Вот она болтает. Что-что? Мне что-то говорили или нет? У кого-то там микрофон был включен, я его выключил. Так, я могу продолжать, да? Да. Итак, в наш век стресса, повышенных скоростей, ухудшения экологии, очень важно уметь настраивать и свое тело, и свою душу, и свой дух в гармонии, во-первых, с теми вибрационными характеристиками планеты, которые постоянно меняются. У нас сейчас настолько все быстро меняется и в информационном плане, и в энергетическом, и последние события с ковидом говорят о том, что даже простейшие вирусы, они тоже очень быстро меняются, изменяются их структуры. И, соответственно, человеку достаточно сложно выживать в столь стрессовых обстоятельствах, когда извне давят, надо жить. Плюс к этому очень много навязанных каких-то идей, стереотипов, когда необходимо больше зарабатывать, красивее выглядеть, когда необходимо быть успешным. И все это навязывается и через СМИ, и через обычные структуры взаимодействия в тех же учебных заведениях. И, соответственно, достаточно сложно сохранить не только свое тело, свое тело сложно сохранить, потому что вот следующий у меня абзац – это выбросы промышленных производств. Это то, что у нас сейчас практически нет качественной пищи. У нас все достаточно сильно отравлено, скажем так. Это и нитраты, это и обработка полей, и те выбросы именно промышленных заводов в нашу атмосферу. Все это влияет на качество нашей пищи, то есть нашего топлива, которым мы заправляем свое тело. И также это меняет энергетическую структуру пространства нашего. Соответственно, влияет на наши эмоции, наши чувства. А как это влияет? Я еще раз вернусь к тому, что у нас уникальный мозг, и, соответственно, любая стрессовая ситуация, она провоцирует выброс гормонов, которые направлены, в принципе, на защиту нашего тела. Но когда мы живем постоянно в этой жутчайшей обстановке стресса, соответственно, мы постоянно находимся под ударом этих гормонов, и рушится наше тело. В первую очередь. Следующий слайд. И что я на сегодняшний день вижу в той программе, о которой я сегодня говорю, это первое, что необходимо дать человеку, скажем так, это крепкое здоровье, здоровая психика для того, чтобы выдерживать эту стрессогенную обстановку внешнюю, и сильная энергетика. И для достижения этих целей я как раз и разработала программу. Здесь я озвучиваю программу выездных семинаров, то есть семинаров на местах силы Крыма. Буквально два слова скажу о том, что Крым удивительное, уникальное место, где на таком маленьком пространстве сосредоточено множество сильных энергетических мест. Чем это обусловлено? Некоторые специалисты говорят о том, что Крым стоит на разломе. То есть, допустим, есть место силы Кизилкаба, а там у нас стоит сейсмологическая станция. Общаясь со специалистами с этой станцией, они рассказывали, что Кизилкаба, это такое плата, под ним проходит разлом земной коры 9-ти бальный. Вы слышали, мы знаем о том, что сейсмически опасный, нестабильный район Крым. И у нас получается около 360 толчков в год в районе 2-3 баллов происходит. То есть, грубо говоря, нас качает постоянно. Мы живем как на корабле, по большому счету. И есть такая теория, что именно благодаря этим разломам очень мощный выход земной энергетики происходит, энергии Земли. И, соответственно, так как энергия Земли, она со знаком минус, она притягивает энергию космоса со знаком плюс. И есть такое предположение, что именно вот эта взаимосвязь и создает такие активные энергетические места. Ну, плюс к этому ни для кого не секрет, даже если не брать во внимание теорию силы с плана с точки зрения энергетики, выхода земной, притяжения космической, просто смотреть на природу Крыма, она настолько уникальна, она настолько интересна и повторима в принципе, потому что на очень маленьком, на очень маленькой территории собраны горы, море, реки, и даже, ну, прям пустынь нет, но такие засушливые места у нас тоже есть. И, соответственно, когда человек выезжает, выходит, скажем так, из своей зоны комфорта, вот в своей практике это наблюдение ну, достаточно многих лет моей работы, люди с мегаполиса, Киев, Львов, Москва, Санкт-Петербург просто на три дня вырываются в Крым, скажем так, меняют свою зону комфорта, плюс к этому есть такая практика у меня, когда мы делали семинары с палатками в горах, и, соответственно, это вообще в принципе меняет человек, вот привычные условия жизни, это нет душа, нет туалета, нет там кухни, нет зарядки, нет телефона, то есть это выдергивает как бы человека, из вот этой стрессогенной обстановки, соединение с природой, наслаждение красивыми видами, плюс походы, несложные, но опять-таки есть люди, с которыми мы устраиваем сложные переходы, тяжелые, это физически активные люди, молодые, но есть такие виды, не виды, а виды маршрутов, можно так сказать, на которые совершенно спокойно ходят и маленькие дети, и мужчины, женщины за 70 лет, даже не за 60, а за 70 лет, и спокойно могут выдерживать эти переходы, ну и плюс, можно следующий слайд, и плюс к этому я обязательно провожу, вот здесь вот, да, детокс физиологический, это диагностика состояния физиологического человека, то есть то, то, что мы делаем, то, что я делаю на этих эритритах, это мы сначала диагностируем, и рацион питания, и состояние здоровья, специальными опросниками, плюс к этому специальными энергетическими методами, после этого мы разбираем проблему, проходят практики поучинга здоровых привычек, то есть для того, чтобы, очень часто говорят, что привычка формируется 21 день, к сожалению, это не так, здоровая привычка может сформироваться минимум за 66 дней, но навык, то есть упражнения, специальные настрои, скажем так, это все мы можем пройти за 3 дня, и потом человек потихонечку вневряет в свою жизнь, ну и аюрведа, аюритические принципы здорового образа жизни, и питание, это также восточная медицина, она действительно не имеет равных в мудрости своей, скажем так, дальше, у нас время уже подходит, дальше, также детокс психологический, это медитации, гипнотические, трансовые техники, и обязательно обучаемся навыкам стрессоустойчивости, потому что это тот навык, который даст возможность сохранить здоровое тело на многие-многие года, если не уметь противостоять стрессу, если не уметь выходить из стресса, стресс нас сопровождает ежедневно, и если не уметь с ним взаимодействовать правильно с этим стрессострессом, то, соответственно, человек будет подвергаться постоянной атаке адреналина или кортизола, что разрушает на физиологическом уровне каждый орган человека. Дальше. Следующий слайд. Детокс энергетический. Ну, энергетический детокс, жизнь в мегаполисах, энергетика очень сложная. Во-первых, энергетические, вибрационные характеристики мегаполиса, это очень много магнитных излучений, это очень много всевозможных устройств, теле, радио, антенн, то есть это все тоже вибрация, это все тоже энергетика, и она входит в конфликт с энергетикой здорового организма человека, и, соответственно, нам необходимо очистить энергетически, то есть, ну, здесь я такими простыми словами написала, это очищение нашей ауры, опять-таки, тоже уже есть и с научной точки зрения, обоснования того, что у человека существует не только физическое тело, но еще и энергетическое, так называемая аура. Потом баланс нисходящих и восходящих энергетических потоков, это практики йоги меня поймут, о чем я, более простым языком, это очищение, активизация чакральной системы, то есть главных энергоцентров человека, и восстановление биопотенциала. Когда мы живем очень быстро, очень активно, очень много взаимодействий с разными людьми, мы теряем свой ресурс, свой энергетический потенциал, и, соответственно, это влечет за собой и депрессивные состояния, и апатию, и уныние, и физиологические болезни, связанные с психосоматикой, и, естественно, чтобы этого избежать, благодаря практикам на местах силы, мы можем очень качественно и достаточно быстро восстановить этот биопотенциал, этот энергетический ресурс. И я, по-моему, не говорила, но промикнула дальше. Сохранение этого ресурса даже в мегаполисах после практики на местах силы Крыма происходит до трех-шести месяцев. То есть три дня на месте силы дает возможность быть без энергетических потерь в очень активной жизни от трех до шести месяцев. Почему? Потому что, опять-таки, я даю практике как можно на расстоянии возвращаться на это место силы и подпитываться этой энергетикой. Их здесь, мною разработано около восемнадцати. Всех специалистов, а мы специалисты, которые работаем с людьми, нам за вредность молоко надо платить, как говорится. Мы очень много расходуем своего энергетического потенциала соответственно, нам, специалистам оздоровительных практик, очень важно подпитываться пространственной энергией. Всех приглашаю, и специалистов, и слушателей в Крым. Приглашаю мы с Ганной Михайловной обязательно разработаем интересную программу конференции прямо рядом где-то с местом силы, а возможно и на самом месте силы, чтобы почувствовать, перезагрузиться и подпитаться дополнительным энергетическим ресурсом. Вот, в принципе, да, все, я закончила и вроде как успела все рассказать. Если есть вопросы, готова ответить. Да, даже точно успела, но я хочу капельку добавить. То, что называется, мы все с вами тратим силы, и надо тратить силы на других, потому что мы действительно, но считается, что человеку дано столько количества энергии, сколько им это надо для других. Для одного себя сил никогда не дадут много, поэтому чем больше мы, вы знаете, когда человек один, он очень слаб, когда у него появляются там дети, внуки, и у человека откуда соберутся эти силы, и он как возрождается заново, поэтому не надо бояться тратить свои силы, энергию на близких, друзей и даже совсем на посторонних людей. Все это возвращается нам с помощью. Я полностью согласна с вами, отдавая получаешь, это один из моих таких девизов жизни, потому что оно полный стакан никогда не наполнится, и его так опустошая, мы можем наполняться. Но на местах силы это можно сделать. Это совсем другое дело, да, эта радость, она заполняет нас очень большим потенциалом, да? Да, да. Спасибо, моя хорошая. Я думаю, что мы обязательно воспользуемся приглашением, обязательно в Симферополе или где-то в том районе, я думаю, ближе к морю все-таки. Да, 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 однозначно ближе к морю. Мы обязательно присмотрели. Я даже уже присмотрела, есть у меня одна вилла, скажем так, на примете очень, очень душевная очень красивая, правда, не на очень большое количество человек, всего лишь до 60 людей там можно разместить, но это в Севастополе, и это реально очень красивое место и очень душевное, что тоже немаловажно, с бассейнами, вот, поэтому уже вот так присмотрела после Анатолии. Хорошо, мы, кстати, планировали вот большое мероприятие, и Оксана в курсе, мы должны были в МГУ в Севастополе провести большой фестиваль, молодежный фестиваль в Анатолии, и он по таким, ну, скажем, странным причинам, к сожалению, мы его не провели, но это все, я думаю, что все обязательно будет, и в том числе и наши силы не пройдут даром, да, все отдадим людям. Ну что ж, спасибо большое. У меня был вопрос, ведете ли вы уроки обучения, и где можно ознакомиться с вашими уроками. Вы мне можете написать, и я перешлю ответ в общий чат, так уже время завершил. Да, да, Все, хорошо, конечно, ведет, поэтому... О школе забыла сказать, ну, уже ладно. Ну, да, по информации, по школам обязательно будем давать. Да, да, спасибо, до свидания. Спасибо большое. До свидания.